В студии уже Татьяна Лямзина. Приветствую наших радиослушателей. Сегодня мы поговорим про современный взгляд на решение проблемы сухости глаз, о том, как вернуть зрению молодость, о взору ясность. Об этом нам расскажет руководитель портала organumvizus.ru, представитель международной группы исследователей слезной пленки Сергей Голубев. Приветствую вас в нашей студии. Да, сначала, во-первых, давайте все-таки, наверное, расскажите, что такое слезная пленка, почему ее исследуют специалисты и почему она так важна. Ну, дело в том, что слезная пленка – это удивительная часть человеческого тела, поскольку благодаря именно этой слезной пленке мы с вами видим. Не было бы этого очень тоненького слоя жидкости на роговице, и все человечество было бы слепым. Поэтому занимаются этой проблемой много лет, и я думаю, что интерес к этой проблеме снижаться точно не будет. Поскольку изменение слезной пленки, прежде всего нарушение ее стабильности, приводит к целому симптому комплекса, даже так бы я сказал, когда зуд, сжение, и все это приводит к большому зрительному дискомфорту. В общем, мешает нам жить. Ну и насколько серьезна эта проблема, как часто она вообще встречается, и что будет, если не обращать внимания на вот эти симптомы, которые вы назвали? Симптоматика сухости тканей глазной поверхности, извините, на слуху за такой вот каламбур. Но если не заниматься увлажнением тканей глазной поверхности, то сухость глазной поверхности приведет к хроническому процессу, сопровождающемуся воспалению. И тогда, поверьте, справиться с этой проблемой будет очень тяжело. И могут развиваться очень тяжелые изменения в самой роговице, в конъюнктиве. В общем, поверьте, проблема очень-очень серьезная. Ну вот чаще всего про сухость глаз говорят в связке с компьютером. Те, кто часто сидит, подолгу сидит за компьютером, вот у них это все развивается. А у всех остальных они застрахованы от каких-то проблем? Или это не только компьютерная проблема? Нет, к сожалению, нет. Хотя, да, действительно, компьютерный зрительный синдром, как называется правильно, это проблема. Но это далеко не единственное проявление сухости тканей глазной поверхности. И здесь есть определенные закономерности. К сожалению, это связано с возрастом, плюс страдают женщины, когда у них развиваются гормональные изменения. Это состояние сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями, с диабетом. И еще тоже очень важная вещь, о которой раньше как-то мы не говорили. Женщины, которые активно пользуются контрацептивами, оказываются эти препараты также способны снижать собственную слезопродукцию. Так что проблема шире, чем мы себе представляем. Ну вот теперь может ли сам человек определить, что у него уже снижена продукция слезы и что как-то нужно что-то делать? Знаете, очень простой тест. Попробуйте прийти к себе домой на кухню и что-нибудь пожарить. Не обязательно лук. Вот, если защипало какой-то зрительный дискомфорт, ну, извините, поздравляю, вы в нашей группе, поскольку я сам испытываю такие ощущения регулярно. Но если говорить серьезно, конечно, лучше обратиться, как только вы чувствуете, что при любой зрительной работе развивается дискомфорт, сухость, сжжение, и эти симптомы нарастают. Конечно, лучше подойти к доктору. Поэтому мы проведем соответствующее обследование и выявим степень изменения сухости ткани глазной поверхности. Ну, давайте, наверное, я ищу телефон тогда, напомню, для тех, у кого может возникнуть такая проблема. 495, код Москвы, 185-57-41. Можете позвонить уже, какие-то вопросы задавать по этой теме. Ну, а вот все-таки дальше, что делать человеку, вот я так поняла, что сейчас уже существуют слезозаменители, которые помогают решить какие-то проблемы. Да, действительно, одно из основных направлений, скажем, или наиболее популярных направлений в профилактике изменений, о которых мы говорим, при сухости ткани глазной поверхности, это их увлажнение. Ну, естественно, там, где сухо, нужно налить воды, и все вроде бы, проблема решится. Но на самом деле проблема глубже. Во-первых, нарушения собственной слезопродукции идут на фоне, прежде всего, оксидативного стресса. То есть накапливаются так называемые свободные радикалы в клетках, которые ответственны за продукцию собственной слезы. И вот такой каскад патологический приводит к тому, что глазная поверхность перестает в нужном количестве эту слезу вырабатывать. И обычное увлажнение, хотя к этому тоже уделяется огромное внимание, чтобы вы себе представляли, в одной только Италии капель, которые используются для увлажнения ткани глазной поверхности, больше двухсот. Но это говорит о том, что проблема не решена. И вот в основе нового такого подхода – это попытка восстановить собственную слезопродукцию, использовать те или иные вещества или свойства тех или иных веществ, которые способны достичь этого результата. И, наверное, здесь следует остановиться на неком историческом ракурсе, а именно том, что в свое время в Японии, это было относительно недавно, буквально два года назад, японские коллеги обнаружили, что у экстракта аристотели чилийской, у патентованного экстракта аристотели чилийской, есть свойства, которые я описывал. То есть очень мощный антиоксидант, и когда они провели соответствующее исследование, выяснилось, что у испытуемых, у тех людей, которые в это исследование вошли, в 88% случаях улучшилась их суммарная слезопродукция. Теперь это средство доступно в России, это Дельфанта. Нас это средство тоже заинтересовало, но поскольку мы скептики, мы решили испытать, что же это такое, хотя японцам вроде нет смысла не доверять, но вместе с тем. И мы выполнили такое исследование в Омске, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Краснодаре у наших серьезных коллег. И поверьте, это было такое первое исследование, и мы постарались включить туда таких испытуемых, которые, ну, результат мы должны были поверить сами. Результаты этого исследования опубликованы в Скопусовском журнале, то есть это подтверждает достоверность полученных результатов, и эти результаты нас удовлетворили. Дельфанта проявил себя как средство, которое улучшает собственную слезопродукцию. Это касается и так называемых мейбомиевых желез, это касается и тех желез, которые продуцируют слезную пленку. И вот такое свойство дельфанта позволяет нам рекомендовать его к применению. Ну и надеемся, что еще большее количество информации об этом средстве мы вам обязательно представим в ближайшем будущем. И, знаете, тоже хочется, наверное, сказать следующее, что сейчас мы в уникальной ситуации, вы меня слышите, но и, наверное, не видите. Так вот, продолжайте слушать радио, меньше смотреть компьютер, принимать, в частности, средства дельфанта, и явно синдромы сухости тканей глазной поверхности будут меньше. Радио в этом случае более предпочтительный носитель информации. Ну, у нас и в YouTube можно посмотреть, так что можно и видеть, и слышать. Ну, это выбор уже каждого. Ну, то есть проблему сухого глаза это дельфанта решает? Да, действительно. Причем это, опять повторяю, это альтернатива. Вместо того, чтобы закапывать, мы надеемся на такой эффект и видим его подтверждение этого эффекта. Прием дельфанта одной капсулы один раз в день. Оговорюсь некоторым пациентам, некоторым нашим, ну, тем, кто приходит к нам на прием. Нужно дозу увеличивать, но это предмет отдельного разговора. Вот. И так вот, прием одной капсулы дельфанта способствует тому, что ткани глазной поверхности вырабатывают собственную слезу. Это, собственно говоря, и цель этой терапии. Ну, это достаточно непривычно, наверное, да, чтобы решить проблему сухости глаз, надо что-то внутренне капать в сам глаз, да? Это достаточно новый подход, да? Да, это и был некий предмет вот исследования, потому что, опять повторяю, мы люди настроенные скептически, но при этом новое не отрицаем. И поэтому и результаты, которые мы получили, позволяют нам рекомендовать дельфанта как именно средство, которое восстанавливает собственную слезопродукцию. Более того, у нас есть случаи, когда испытуемые примерно через месяц-полтора месяца приема дельфанта отказывались от капель, которые используют для увлажнения ткани глазной поверхности. Поэтому, собственно говоря, ради этого результата мы и проводили вот такое многоцентровое исследование. Ну, давайте я тогда и телефон еще озвучу для тех, кто заинтересовался, чтобы получить больше информации. 495 код Москвы, 185-57-41. Добавим, что не является лекарственным средством, не является дистанционной продажей БАД. И вот все-таки, где доступно в России сейчас дельфанта? Где можно найти? В России дельфанта пришел в 2019 году, и сейчас он доступен на аптека.ру. То есть можно заказать там, да? Да, да, это стандартная уже процедура, ничего особенного, никаких трудностей это не вызывает. А есть ли какие-то противопоказания? Вот что-то уже отметили? Или, может быть, кому не рекомендуется обратить внимание? Вы знаете, это всегда вопрос индивидуальный, потому что все-таки это растительный экстракт, он запатентован. И только если у того, кто собирается принимать дельфанта, выявляется какая-то индивидуальная непереносимость, тогда можно говорить об отмене препарата. Но вот за эти два года у нас, насколько мне помнится, был один такой случай. Но поверьте, это был случай после довольно тяжелой ситуации, это была пластика век. И на этом фоне мы сначала провели курс другой терапии, а уже потом разбирались, почему произошла эта ситуация. А так, в целом, за два года в случаях непереносимости или отмены мы пока не наблюдаем. Ну что ж, спасибо огромное. Я напомню, что говорили мы сегодня о том, как восстановить, как избавиться от сухости глаз, о современном взгляде на решение этой проблемы. В студии у нас сегодня был Сергей Голуби, руководитель портала Organum Visus. И еще раз напомню, телефон 185-57-41, код Москвы 495. Спасибо. Спасибо, всего доброго.